здравствуйте мои уважаемые зрители на дворе у нас заканчивается 10 июля и традиционный вечерний обзор событий на фронтах украинской войны раз у нас сегодня воскресенье значит это будет еженедельный обзор что случилось за последнюю неделю предыдущей неделе как вы помните закончилась тем что российские войска также луганская народная милиция взяла лисичанск и заканчивала его зачистку и после этого стала дилемма что будет делать российской армии дальше возьмет ли оперативную паузу либо продолжит наступать на действия чтобы сразу перейти к славянско-краматорской наступательной операции знаете не произошло ни того ни другого то есть российские войска однозначно уменьшили нажим на украинские войска но сказать что на фронтах наступила оперативная пауза тоже нельзя потому что российская армия луганская народная милиция донецкая народная милиция наступали на своих направлениях и добились определенных успехов ну начнем с харьковска традиционном направлении здесь принципиально же на протяжении многих недель идут позиционные бои с попытками российских войск наступать на тех или иных направлений то есть места не достигают местных тактических успехов но в целом как мы и раньше говорили на этом направлении пока серьезных мощных наступательных операций не ожидается в отличие от славянского направления где российские войска очень мощно работать артиллерий авиации в районе краснополе периодически предпринимаются штурмовые действия для пощупывания ослабленных позиций высу некоторые занимаются но пока речи о серьезных больших наступательных операциях здесь не идет а вот в районе западне лисичанска российские войска и луганская народные милиции действительно довольно серьезно продвинулись вперед на этой неделе начиная с северского донца взятые населенный пункт григорьевка заметно продвинулись российские силы в районе верхней каменского также взято спорное и идут сегодня бои уже в районе ивана дарьевки то есть на этом направлении среднее продвижение за неделю составила от трех до пяти километров целом с учетом тактики действий российских войск луганской народной милиции неплохое продвижение за неделю в режиме полуоперативной паузы в районе южнее бахну также происходили значимые события причем здесь атаковали как российские войска так и украинские вооруженные силы которые на прошлой неделе попытались прорвать кольцо полуокружения вокруг углегорской тест нанесли удар довольно мощный батальона тактической группы продвинулись немного вперед дальше пройти не смогли были остановлены и в целом блокада углегорской тест прорвана не было в ответ российские войска пытались ударить во фланг этой группировки за эту неделю продвинулись от окраин клинова до веселой долины но пока достигнуть главной цели по и на этом направлении отрезать от основных сил новолуганскую группировку в су они не смогли тем не менее ожесточенные бои на этом направлении продолжаются ну чем того что инициатива это направление концу деле опять окончательно перешла в руки российского командования я думаю стоит ожидать дальше наступать на действий и конечно не то я очень надеюсь что по итогу следующей неделе нам удастся закончить освобождение новолуганского углегорской тест а также если повезет в то и коды мы на самом деле если действительно женщине удастся взять веселую долину также зайцева украинского командования станет очень трудная дилемма либо выводить войска из окружений либо оставлять их мешке в районе донецка макеевки продолжается уничтожение городов артиллерийские обстрелы в том числе ракетные обстрелы не прекращаются ни на один день города по сути подвергаются террористическим атакам со стороны украинских артиллеристов и к сожалению я пока обнадежь жителей этих городов не могу к сожалению пока не будет закончены сражения в районе славянска краматорска а также последующего удара на юг к сожалению обстрелы донецкой не прекратятся увы порадовать здесь никого не могу ну и напоследок хотел бы еще раз обратить внимание на новую тактику вооруженных сил украины которая была опробирована на этой неделе и в какой-то степени дала свои результаты ну во первых пехота украинская теперь не жестко держится внутри населенных пунктов она заставляет иногда заслоны рассредотачиваться вокруг населенных пунктов в надежде что российские войска войдут населенный пункт попадут в огневой мешок и в результате контратаки их удастся не только выбить но и нанести им большие потери эта тактика довольно быстро была раскушена российским командам и в целом нельзя говорить о том что она дает какие-то серьезные значимые результаты а вот второй элемент это удары дальнобойными рссо по складам с боеприпасами корректировка ведется при помощи натовских разведывательных систем дает определенные результаты на прошлой неделе было поражено сразу несколько подобных складов а еще был поражен один из командных пунктов что безусловно для российского командования создает проблемы в первую очередь в логистике но естественно подобные удары будут сказываться на темпах наступательных операций вот это примерно то что происходило на прошлой неделе на этом я по этой теме на пока все до свидания и до завтра